Сегодня мы рассмотрим такую важную и необычную тему, как Dependency Injection. Вообще, зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы упростить код и сделать разработчику облегчить его задачу при написании ПО. Итак, как же это облегчает нам задачу? Это нам, когда мы создаем какой-либо объект. Мы его создаем, мы его инициализируем, дальше мы с ним работаем. Есть моменты, когда нам мы не знаем, что мы хотим. Хотим такую инициализацию, такую или такую, или такую. Мы могли про это встретиться в нашем в Spring Inversion of Control, который вы можете посмотреть этот урок. Но, Dependency Injection нам говорит о том, что мы можем создать объект какой-то, или просто ссылку на него создать. Допустим, Privat.aa и сказать, что я не знаю, как его инициализировать, но хочу, чтобы оно было проинициализировано, создано. То есть, проинжектило сюда. Мы просто говорим обычной аннотацией. Аннотация называется собака Inject. находится в javax Inject. И, таким образом, мы говорим, что я не хочу его создавать, этот объект, какую-то ему реализацию давать, и тому подобное. Я хочу, чтобы это сделала за меня программа сама вовремя выполнения, сама его проинициализировала и вернула мне уже готовый инстанс, которым я могу пользоваться, вызвать методы и тому подобное. Самое важное при Dependency Injection инъекция происходит тогда и только тогда, когда объект был создан. То есть, объект создается когда? Когда конструктор выполнился. То есть, конструктор выполняется, это создается объект. То есть, объект создается после того, когда выполнился конструктор. Инъекция происходит после создания объекта, то есть, после создания конструктора. То есть, создался объект и потом происходит Dependency Injection. Но, следовательно, мы, если его инжектим, то мы не можем в конструкторе к нему обратиться, если мы обращаемся в конструкторе, оно еще null, оно еще не проинициализировано, ничего, ничего не было создано там. Следовательно, у нас ломается наш класс, ломается вся программа и ломается, у нас вылетает множество разных экзепшенов, в том числе NullPointerException, который говорит, что наш объект null, он не проинициализирован, в нем нету ничего, потому что не произошло до и. до и, это Dependency Injection. может я про него прочитать еще дополнительно в документации. Итак, ну начнем. Я расскажу, что это такое в общем виде. Для этого я создам интерфейс. Создам его, сначала создам одну реализацию, потом создадим вторую и третью. И посмотрим, как работать при разных реализациях с этим данным. Итак, и создадим реализацию. И один импл. И скажем, что он будет имплементить наш интерфейс один. Давайте возвратим просто метод, который будет возвращать какую-то строку. AmlicStreet Ad Item просто будет возвращать строку. Здесь мы создадим метод, который просто вернем какую-то строку. Дайте строку вернем с именем нашего класса. Вернем имя нашего класса. Все хорошо. И давайте создадим еще один класс, который назовем и Service можно в принципе было без него создавать, но я покажу именно более полную суть до И. И скажу, что здесь у нас будет, ну здесь у нас соответственно должно быть объект класса И. Но название И не очень красивое, не очень хорошее, так как не несет полной сути, что это такое. Поэтому в принципе сейчас это не сильно важно, нам важно то, как происходит само инжекшн. Ну и создадим здесь public string get кто? get item и вернем наш и точка get item сервис таким образом для того, чтобы ее проинициализировать нам нужно указать public void set и передать сюда объект и и и сказать, что здесь и равняется и. Таким образом, когда мы это будем использовать, мы будем это использовать следующим образом. Мы создадим наш и сервис скажем, он равняется new после чего нам нужно сказать, что есть точка set и сказать нашу имплементацию new и один input указать сюда для того, чтобы инициализировать наш объект там в нашем сервисе проинициализировали то есть вот таким методом передали сюда нашу имплементацию и один input в вот это проинициализировали то есть вручную все сделали и когда мы это проинициализировали мы можем воспользоваться нашим getItem поэтому дальше мы тринг item равняется is.getItem мы вернули это item ну и соответственно теперь мы можем сказать к place.getSession.setAttribute сказать что это будет наш item а сюда передадим значение его передаем сюда его значение в индексе GSP мы создадим какой-то ахрев укажем сюда путь по нашему сервлету допустим на show.gsp show.gsp нам будет показывать какой-то результат выполнения поэтому создадим наш show.gsp и здесь мы будем и здесь будет у нас показываться что нам разрешит метод getItem поэтому мы его уловим мы его уловим с помощью request AdSession в нем есть метод getAttribute и по этому методу мы передаем строку строку называется item сейчас посмотрим что мы сюда передали мы передали да item передали следовательно мы здесь уловили в show.gsp и вывели все show.gsp написан индекс.gsp описан к gsp файлам уже отношения никакого не имеет но соответственно мы передали нам нужно еще перейти на это ну можно через resp.send redirect и сказать куда перейти мы хотим перейти на show.gsp переходим на show.gsp ну в принципе все сервелет описан это описано и можно запустить посмотреть как это будет работать сейчас у нас нет никаких dependency injection мы ничего не применяли мы просто написали это так как бы это писали вручную чтобы посмотреть разницу между того что я сейчас делал и то как это будет работать с di запускается tomcat открывается индекс gsp нажимаем на show gsp и мы видим вот наш item и один импл то есть мы это сделали теперь давайте это все перепишем по dependency injection поэтому есть две самые главные аннотации аннотация называется name at javax inject это первое это нам она говорит о том мы указываем перед классом это говорит о том что данный класс может инжектиться куда то можем мы его инжектить ну и соответственно создадим iService тоже инжект так как мы iService свой вот этот тоже будем инжектить тоже его будем инжектить ну и соответственно для того чтобы указать что инжектиться то есть вот сюда вот указать то есть нам не нужен вот этот метод уже инициализации так мы его убрали здесь возникла ошибка так как этого метода уже нет во время выполнения программы она сама будет понимать как его проинициализировать и какой туда объект создать вот в этом и суть самих инъекций поэтому здесь мы используем in inject аннотацию которая говорит что сюда будет произведена инъекция мы всегда запишется сюда какой-то объект и он запишется после того когда выполнится конструктор он будет проинициализирован и мы сможем им воспользоваться но нам нужно еще проинициализировать iService мы его этот уже таким образом проинициализировать не сможем давайте наверное создадим его в поле у нас есть здесь doPost в случае если мы отправим запрос с постом чтобы он сразу обратился к нашему doHat и создадим еще один метод нужен мы его тоже переопределим с нашего htp servlet он называется init генерирует он исключение throw servlet exception и укажем что это есть реопределен и теперь нам его нужно проинициализировать инициализировать мы его создавать объект так как мы создавали только что и сравняется new iService мы не будем это должен сделать для нас spring если вы смотрели spring мой урок по inversion of control там где мы явно задавали бины через тех бин был там id который равнялся какому-то уникальному значению класс который писался там путь к классу и так далее то есть создавали бины потом методом get бин их получали то есть это один из образов inversion of control теперь мы можно получать не только с помощью xml а наша бин но можно его делать вот таким вот образом то есть веб application context utils в нем есть head required web application context который по параметрам принимает контекст сервлета нашего метода head сервлета контекст мы можем получить и в нем есть метод get bin get bin который по параметрам можно передать сюда наш is сервис и который возвращает нам уже готовый инстанс нашего is он возвратил готовый сервис и нет выполнится до выполнения методов do get do post самым первым так как он инициализирующий мы проинициализировали то есть получили инстанс и теперь можем им просто воспользоваться таким образом мы проинжектили его ну как проинжектили здесь мы его как бы не проинжектили мы просто возвратили наш bin вот он get bin возвратили это как бы не injection а уже в наших классах мы уже сделали инъекцию вот она у нас инъекция инжекция которой мы сказали что сюда будет в данном случае ему в данном случае он и находится вне определенности что сюда подставить какое значение так как мы не указали мы сказали проинжекти сюда что-то что неизвестно ну так как у нас только один класс который сюда можно проинжекти только один существует больше никаких не существует поэтому мы четко не указываем что мы хотим проинжекти это просто проинжекти да и все то есть он само определит что нам нужно проинжекти именно вот этот name вот этот name он один и все больше таких name нет он никогда не будет инжекти сюда name service сюда не будет мы сюда указали name для того чтобы получить наш bin в наш main сервлет вот с помощью вот этого передать его по параметрам adbin и получить его bin то есть и в общем мы получаем инстанс всего этого объекта да то есть инстанс это и есть объект и мы дальше им пользуемся как обычно то есть следовательно у нас нет никак нам не нужно уже пользоваться методом сеттером которым мы указываем наш имплементацию сюда здесь и равняется и что мы писали у нас все уже проинжектилось автоматически таким образом мы удалили этот метод его уже нет и после создания этого объекта инициализации мы им просто пользуемся и дальше как обычно через сессию редиректим и получаем то что мы получаем в принципе теперь это можно запустить а да это еще не все по поводу конфигурации конфигурация project.servel.xml можете назвать этот файл как-то по-другому там допустим название проекта или там контекст и так далее в нем в принципе ничего особого нет но это в основном шляпка ну здесь не только прикручены инъекции здесь прикручены sprint security sprint mvc и так далее в принципе оно нам не нужно но это не важно annotation config это то что мы можем использовать аннотации и то что мы используем аннотации и контекст компонент скан атрибут base package нам говорит о том что мы сюда указываем пакет любой пакет там там не важно если у нас есть connect там еще какое-то название еще какое-то указываем сюда пакет это говорит нам о том что в этом пакете будут находиться классы которые являются те которые будет происходить injection то есть те которые являются name то есть там где будет происходить вот этот она будет name поэтому мы указали connection в нашем main сервере никакого отношения к dependent injection нету мы просто им воспользуемся поэтому мы сюда не указали мы указали там где они есть не есть в пакете connection это всего лишь конфигурация в две строчки указали annotation к то что будем использовать аннотации и пакет где у нас будут находиться наши классы которые будут инжектировать в принципе здесь половину строк можно убрать и вставить только две строки но это в принципе не важно итак теперь как программа прочитает эту конфигурацию мы это должны указать где она находится наша конфигурация мы ее указываем в web.xml в web.xml мы указываем ее очень просто context param здесь есть два тега param name указываем name имя context config location но вот это имя контекст config location и param value указываем ему путь где лежит наш xml project сервлет он у меня называется он он у меня находится в каталоге web.inf вот в этом web.inf я его выделил в каталог итак он у меня находится здесь то есть прописываем путь где он находится param value ничего сложного в принципе нет и здесь мы в liston еще опишем liston опишем liston class и здесь должно быть org sprint framework web context context loader liston это то что загрузит наш liston слушатель для sprint framework ну и соответственно наш main сервлет имя нашего сервлета путь к нашему main сервлет и его mapping main сервлет и где он будет располагаться вот это вся конфигурация здесь мы соответственно указали main где наш main сервлет и сказали перейти таким образом если я сейчас запущу мы уже получим тот же самый результат но уже с использованием dependency injection javax inject она позволяет нам не задуматься о том что мы туда джеки куда что нам необходимо inject она сама разбирается в этом улучшает программный код масштабируемость читабельность и вот мы перешли по ссылке и увидели и один точка импут то есть выполнилось все по аналогии так как все про у нас все было инициализировано все было ну все проинжектилось итак далее теперь поговорим еще об одном моменте у нас одна реализация интерфейса и создадим вторую и два импу и два импула добавим наш метод ну и здесь мы вернем название нашего и два импула чтобы различить какой класс выполняет да если он у нас будет участвовать в нашем ин декции мы указываем name это гаваксинъект ну и все а теперь в i-service нам здесь что там теперь может быть стать логически непонятным а что же у нас давно проинжектится вот сюда вот наш вот этот реализация нашего интерфейса что должно быть и один импула или и два импула соседа давно но это можно сделать первым но это можно сделать проверить экспериментальным путем просто запустить и посмотреть что сейчас произойдет а можно это указать именно в name можно указать параметр параметр который передается строкам и мы можем указать что это будет и один им просто допустим указать какую-то строку ну и соответственно давайте укажем имя но это как бы не строка это как бы имя нашего вот этого вот значения класса а это у нас и два вот имплементация 2 для и два имплу у нас будет и два для и один имплу у нас будет и один название таким образом мы можем использовать тех ой тех аннотация которая называется кью альфер и мы здесь передаем сюда строку строку с именем именем нашего неймета вот наш неймет и один вот наш неймет и два у и один есть имя и один у и два есть у второго неймета имя и два ту реализацию которую мы хотим в нашем айсервайз проинжектить то что мы хотим проинжектить мы сюда его записываем или же одно имя или же какое-то другое имя и так далее и тому подобное то есть допустим и два у нас стало реализации больше следовательно нам нужно как-то уточнить что и что поэтому мы это уточнили с помощью вот этого вот этой аннотации и указали имя нашего неймета таким образом мы теперь можем запустить посмотреть что изменится изменится то что у нас проинжектируется туда и два импульта как мы указали к ее альферы и два и получим мы строку сейчас я запускаю посмотрим как это выполнится перехожу по ссылке и мы видим и два импульта так сервер стоп анем и сейчас давайте изменим нашу с и два на и один и запустим еще раз запускаем у нас сейчас мы сейчас получим строку и один импульт так как туда проинжектится уже реализация интерфейса туда установили название по urlifer указали туда и один таким образом мы здесь сейчас получим и один импульт то есть если у нас есть множество реализаций так как интерфейс создается для того чтобы у нас была одна вторая треть четвертая сколь угодно много различных реализаций так как создавать интерфейс для одной реализации возможно в некоторых моментах есть смысл но так в принципе не известно для чего это необходимо будет и так поэтому мы здесь очень часто встречается множество реализаций одного и того же интерфейса и нам необходимо проинжать и то тогда мы именем его определяем его по имени нашего неймода ну а неймод здесь имя его нам необходимо так как он всего лишь один и мы его никуда не инжекти мы просто его здесь вот получаем его интенс ну в принципе это все что я хотела рассказать про dependency injection там есть еще множество других аннотаций таких как component таких как собака контроллер собака component собака контроллер для того чтобы указывать контроллер это используется в spring mvc для того чтобы указать что есть контроллером что есть где модель где наше view представление и тому подобное поэтому я их на этом занятии не рассматриваю я просто рассмотрю real dependency injection так как он представляется в стандартном классическом представлении как мы отобрались вы можете теперь писать программы то что где вы инициализировали вот эти поля которые можно проинжектить вы теперь можете их просто проинжектить с использованием нашего spring так